Теперь в Кирове за долг в 10 тысяч коллектора угрожает сломанными ребрами и кислотой запись реального Телефонного разговора сегодня попало в социальные сети, к делу подключились профзащитники и полиции Аномальный день для кировских теплосетей с 7 до 47 выросло число Неподключенных к отоплению домов после горячего фонтана на перекрестке Тимирязева и Ленина Жители всего Зонального снова расстроились Сначала розовые полисы ОСАГО, немного позднее единый страховой агент И очень скоро еще целый ряд новшеств Реформа автострахования стартует в ближайшую субботу Слишком мало голосует не только на выборах депутатов, но и за плохие дороги Сегодня общественная палата приняла решение продлить голосование за те участки дорог, которые должны быть отремонтированы в следующем году Еще первоклассники, но уже полноценные инженеры, таланты маленьких кировских робототехников заметили на международном конкурсе О главных событиях пятницы 30 сентября расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Паникаровских Здравствуйте Угрожали облить лицо кислотой и переломать ребра В Кирове очередные случаи вымогательства коллекторов При этом жесткую и мучительную расправу обещают не самому должнику, а его знакомому За последнее время таких случаев в полиции накопилось слишком много Говорится, новый закон, регламентирующий отношения коллектора и должника обязательно все расставить на свои места Но юристы сомневаются, что что-то вообще изменится Угрозы расправы, к примеру, и сейчас наказуемы Ксения Зиновьева продолжит Это только часть разговора с коллектором, который Удалось записать на свой телефон Денису Звонили коллекторы от микрофинансовой организации, где недавно взял кредит знакомый Дениса Никаких подписей как поручитель и письменных уведомлений о задолженности друга Кировчанин не получал После разговора с коллектором он сразу обратился к адвокату и написал заявление в полицию Я думаю, что звонил не коллектор, а сотрудник именно этой микрофинансовой организации Потому что не было уведомления о том, что долги переданы, право взыскания переданы другим лицам И прошел слишком короткий срок после просрочки задолженности Будет уголовная ответственность для лица, которая звонила Я думаю, что даже если она звонила по наущению своего работодателя, то они от этого откажутся И она будет нести ответственность этот человек, который звонил Этот звонок с угрозами коллектора может закончиться уголовным делом За вымогательство или угрозу убийства В полиции уже начали проверку В основном страдает от коллекторов именно круг близкий к должнику Сам должник, как правило, не страдает Когда он четко для себя принимает решение, я платить не могу Он просто уходит от общения с коллекторами Вот и все, любым способом Меняет номер телефона, просто не берет трубки Начинает доставать от родственников, соседей Работодателей, кстати, очень много достают Вот если закон ужесточит ответственность за, скажем так, причинение дискомфорта Внешнему кругу лиц, тогда он тем более будет нужен Зимой этого года город уже потряс Случай, когда коллекторы пытались, так сказать, убедить Вернуть долг с кировчанки, которая никогда не брала кредиты Если, говорит, ты не оплачешь долг Твоего ребенка постигнет та же участь, что и у ульяновских должников Ну, был случай, что они подожгли кроватку детскую Но я реально испугалась, потому что, ну, действительно, они такие люди Что они могут сделать что угодно В то время действительно по всей стране гремели шокирующие истории В Ульяновске после встречи с коллекторами чуть не погиб двухлетний малыш В окно прилетела бутылка с зажигательной смесью Ребенок получил ожог в 70% тела Семье из Сарадова неизвестные сначала обещали устную расправу А потом устроили настоящую перестрелку Все из-за трех тысяч рублей, взятых в микрофинансовой организации И он начал стрелять Вот сначала туда, вот этот выстрел сначала, здесь был первый Такими расправами Киров пока не отметился Но, как говорят юристы, способов надавить морально у коллекторов предостаточно Недавно звонили из коллекторской службы нашему клиенту Которая проживает в сельской местности И сказали, раз вы не можете платить по кредиту Вы не платежеспособны Не можете кормить своих детей И завтра мы у вас их забираем с органами опеки Ну, женщина, конечно же, у нас была под впечатлением Плакала и позвонила нам И долго нам пришлось объяснять, что это не соответствует действительности Очень впечатлительны на вот эти уловки, такие страшилки коллекторов Люди пожилого возраста И у нас очень часто наши клиенты Именно пожилого возраста Веря вот этим словам, что мы завтра выезжаем к вам Никуда не выходить Будем описывать ваше имущество Они звонят и плачут, я сижу дома Второй день не могу сходить в магазин за хлебушком Потому что мне сказали не выходить из дома Приедут описывать мой дом По словам адвокатов и юристов Кировчане практически ежедневно сталкиваются с угрозами от коллекторов Много заявлений рассматривают и в полиции Связывает это с тем, что новый закон, запрещающий коллекторам настойчиво звонить и угрожать Вступает в силу с 1 января 2017 года И у банков есть всего несколько мест, чтобы вернуть долги любым способом В новом законе строго прописано, что кредитор или представляющая его коллекторская организация Может общаться с должником лишь тремя возможными способами При встрече с помощью телефона, электронных или почтовых сообщений Строго ограниченное время звонков должнику запрещается шантажировать, угрожать, оскорблять и переменять силу к заемщику Но сегодня юристы сомневаются, что закон, которого так долго ждали, пойдет на пользу должникам В настоящее время коллекторы у нас всегда звонят с телефонов, которые не идентифицируются То есть при проверке полиции или иными органами невозможно установить либо собственность данного телефона Либо телефон этот оформлен на лиц, либо так скажем без определенного места жительства Либо какие-то технические служебные номера, которые не позволяют идентифицировать пользователя То есть количество звонков и угроз я не думаю, что у нас будет меньше Юристы говорят, что отучить коллекторов угрожать и оскорблять больше поможет не столько новый закон, сколько сами кировчане И главное правило – не молчать После таких звонков, которые удалось записать кировчанину Денису Юристы советуют незамедлительно писать заявление в полицию Даже если телефонный разговор не был записан Практика показывает, иначе коллекторы могут перейти от слов к делу Начало отопительного сезона для некоторых кировчан снова переносится на несколько дней Сегодня, в пятницу, теплоснабжающей организации пришлось отключить дома в районе Зонального института И еще около сотни домов в других районах города остаются без отопления по вине управляющих компаний Из 127 отключенных от отопления домов около 40 без отопления по вине теплоснабжающей компании С проблемами остальных никак не могут справиться управляющие компании КТК даже направило в адрес главы администрации Александра Перескокова письмо Всего 34%, то есть одна треть жилого фонда Это ответственность управляющих компаний Готова полностью, то есть провела все необходимые регламентные работы И опрессовку и промывку системы внутридомовой Все остальные, к сожалению, те или иные нормативы не выполнили Большая часть не выполнила ни одного Из-за такого отношения управляющие компании зимой без отопления горячей воды могут остаться целые районы города Пока же сегодня от отопления горячей воды снова отключат район Зонального института В воскресенье специалист обещает включить этот район уже не через резервную магистраль, а по новой теплотрассе Также сегодня без отопления из-за дефектов на сетях остались некоторые дома на улицах Некрасова, Красина, Маршала Конева и Комсомольской Их специалист обещает устранить в течение суток Какие улицы перекроют в Кирове в эти выходные Из каких источников Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не пить воду И как будут выглядеть новые сцены на Театральной площади Узнаем далее, эфир продолжает рубрика «Короткой строкой» Из-за бегунов в воскресенье будут перекрыты центральные улицы города На время соревнований с 9 до 12 часов нельзя будет проехать по части Октябрьского проспекта Улицы Московской и Дериндяева Иначе будет ходить и общественный транспорт Изменятся маршруты движения 12 автобусов и троллейбусов номер 3, 8, 14 Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют кировчанам пить воду из родника У Трифонова монастыря В ней обнаружили завышенное содержание кремния и нитратов Микробиологические показатели также не соответствуют нормам С опаской эксперты призывают отнестись и к воде из других родников В частности у Диорамы в районе профилактория АвиТеки Нового моста через Вятку Специалисты опорного вуза подготовили проекты новой сцены для Театральной площади Прежнюю, напомним, демонтировали этим летом Ведь на ее месте планировалась установка колеса обозрения Аттракцион в итоге было решено разместить в другом месте Какой будет новая сцена на театралке, предстоит решить властям города Не исключено, что будет объявлено и народное голосование Пока же эскизы новой сцены находятся в открытом доступе на сайте опорного вуза Минпромторг России предложил существенно снизить цены на водку В ведомстве считают, что ее стоимость должна быть 100 рублей за пол-литра Такую инициативу Минпромторг объяснил повышением Доступности качественного алкоголя для потребителя Напомним, минимальную розничную цену на водку повысили всего 3 месяца назад Сейчас самая дешевая бутылка стоит 190 рублей Страховые компании уже субботы 1 октября будут продавать полисы ОСАГО нового образца бланки Теперь будут розового цвета и со сверхзащитой целых 8 степеней В отличие от прежних зеленых, подделать розовые полисы будет в разы сложнее В прошлом году россияне купили около миллиона липовых бланков Сообщается, что новые печатают по той же технологии, что и денежные купюры И теперь прогнозируют специалисты, чтобы научиться делать фальшивку Максимально похожий на оригинальный документ мошенникам понадобится минимум года 3 С 1 октября все полисы должны быть розовые, новые Вам никто не имеет права продать зеленый полис Если вам продают зеленый полис, это серьезное нарушение законодательства Полис недействительный Тем, кто уже приобрел страховку, можно не волноваться Все старые полисы будут действовать в течение года Добавим, со следующей недели в области запускается проект единого страхового агента Теперь, придя в офис крупнейшего страховщика за полисом, автовладельцу придется сыграть в рулетку Компанию, из которой придется заключить договор, выберет компьютер из 70 возможных вариантов Практически все зарегистрированы и находятся за пределами Кировской области Из наших страховщиков подключиться к проекту единого страхового агента согласился лишь самый крупный Остальные страховые компании продолжают работу без изменений Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска Слишком мало голосуют, и не только на выборах депутатов, но и за плохие дороги Сегодня общественная палата приняла решение продлить голосование За те участки дорог, которые должны быть отремонтированы в следующем году Самые резонансные происшествия за последние сутки в специальном обзоре наших коллег Из проекта «Место происшествия» Еще первоклассники, но уже полноценные инженеры Таланты маленьких кировских робототехников заметили на международном конкурсе Эти и другие новости уже через несколько минут В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем В Кирове за нападение с ножом на мужа осудили 32-летнюю Ксению Барбарину Преступление произошло в коммунальной квартире на улице Павла Корчагина Пьяная женщина не выдержала оскорблений 24-летнего супруга Схватила нож и порезала его К счастью, молодой человек остался жив Подробности этого и других происшествий в рубрике «Место происшествия» Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Преступление произошло в июне этого года Осужденная Ксения и ее соседка по коммуналке собирались идти на пляж Вместе с ними хотел пойти и супруг Ксении Юрий Но женщины его с собой не взяли На пляже Барбарина вместе с соседкой купалась и пила водку В 9 часов вечера она вернулась домой пьяной Муж устроил скандал Ранение у мужчины оказалось не смертельным В суде Барбарина свою вину признала Ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима Также ей нужно будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей Приговор не вступил в законную силу В Афанасьевском районе в результате ДТП перевернулся внедорожник В него врезался водитель Форда Фокус По информации ГИБДД авария произошла утром 29 сентября На 250-м километре трассы Киров-Пермь Водитель Форда Фокус хотел повернуть с прилегающей на главную дорогу И не пропустил Ниву-Шевроле После удара внедорожник вылетел с трассы и в кювете перевернулся В итоге в этом ДТП чудом никто не пострадал водителям Теперь предстоит серьезный ремонт Оставленная на капоте бутылка пива Может закончиться лишением прав для водителя Митсубиси на улице Попова Впрочем, все началось на улице Сурикова Там активисты ночного патруля увидели Как мужчина сначала поставил бутылку из-под пива на капот Лансера Затем он несколько раз безуспешно пытался завести двигатель авто Общественники решили проследить за подозрительным автолюбителем И на всякий случай позвонили в дежурную часть Позже инспекторы задержали водителя и выявили у него признаки опьянения При выдохе должен идти сигнал Сильно дуть-то, да? Не очень сильно, средней интенсивности, но продолжительно Вот, дуйте, дуйте, дуйте Все, достаточно Сколько допускается? Значит, у нас погрешность установлена 0,16 В вашем случае 0,442 миллиграмма на литр выдоха воздуха Александр согласился с результатом экспертизы и расписался в протоколах Сейчас он готовится к лишению прав и штрафов в 30 тысяч рублей С каких улиц начать ремонт в 2017-м? Народные голосования за самые убитые участки кировских дорог продлили на месяц Сейчас свой голос на сайте Общественной палаты оставили 3000 человек Общественники считают, что этого слишком мало Чтобы выразить свое мнение, достаточно зайти на сайт Общественной палаты области Там в разделе контроль ремонт дорог перейти в раздел выбирай дороги для ремонта В списке все улицы, как Кирова, так и области Итоги голосования общественники передадут в администрацию и дорожный комитет Пока в тройке лидеров проспект Строителей, улица Комсомольская и Жуковского Голоса принимают до 1 ноября Робот-экскаватор, умный паровоз и автоматизированный мешалка из Лего Кировские школьники самостоятельно построили автоматизированный мини-завод по производству стройматериалов Реальные кирпичи он пока не производит, а вот награды уже получил Кировчане стали вторыми в мире чемпионами по робототехнике Первоклассники уже вернулись домой с наградами И рассказали нашему корреспонденту Юлию Косолаповой секрет своего научного проекта Второй мотор служит для того, чтобы поднимать и опускать ков Простой с виду конструктор Лего, несколько моторчиков, провода и компьютер За час первоклассник Петя создал самый настоящий экскаватор Эта уменьшенная версия может передвигаться по столу, перевозить и перемещать грузы Его напарник по проекту Клим ушел еще дальше Вместе со своими родителями он сместил бетономешалку Наша бетономешалка работает так Мотор крутит ось и лопасти Так и получается перемешивание Туда нужно загружать цемент, воду, химикаты и щепу И из него получается арболит Работа Петра и Клима не для игр, а для научной работы В прошлом году школьники ходили на экскурсию на завод по производству арболита Вдохновившись увиденным, мальчишки решили создать свой завод по производству стройматериалов По словам юных авторов проекта, управлять такой конструкцией очень просто Для этого есть такой небольшой пульт Вперед, назад Всего четыре кнопки А столько действий На этой небольшой пластмассовой фабрике есть все Сотрудники, станки для смешивания материалов, фасовка, железная дорога и поезд для пересылки товара Школьники даже приготовили инструкцию, как завод должен работать Первый этап Подготовка материалов Второй этап Транспортировка в цех Третий этап Перемешивание в бетонной мешалке Четвертый этап Промывка и утромбовка материалов Пятый этап Первичная и вторичная сушка Шестой этап Погрузка и упаковка материала с помощью погрузчика Этот проект, пусть и новый, но уже принес юным исследователям звание мировых чемпионов Петр и Клим представили нашу область на фестивале по робототехнике «Робофинист» Для членов жюри кировчане устроили целое шоу Кирпич арболита сверлили, поджигали, топили в воде, сравнивали с камнем и деревом Не осталось без внимания сама система работы завода Писали программу вместе с детьми, конечно Ну и приходилось им помогать То есть здесь не просто какое-то программирование, здесь уже идет обмен сообщениями Вот программа выглядит таким образом То есть вот видите здесь даже значок такой Письма и здесь значок то, что письмо получают Вот как раз здесь идет уже процесс обмена сообщениями По словам куратора проекта, данная работа в перспективе обрастет новыми движениями и роботами В планах этих маленьких робототехников, которые привезли к Кирову второе место Создать завод, связанный с фермерством Но что это будет пока, большая тайна Юлия Косолапова, Александр Ошков, информационный канал, город И в завершении выпуска прогноза погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова Если птицы не спешат с перелетом, а береза еще не потеряла своих листьев Значит зима придет не скоро и снега долго не будет Ну а если же 1 октября журавли полетели на юг Значит в середине месяца уже будет холодно и наступит настоящая зима Так гласят народные приметы А я вам расскажу о погоде на завтра 1 октября в Кирове ожидается малооблачная погода и дождь Температура воздуха днем плюс 10, ночью плюс 7 градусов Ветер южный 6 метров в секунду Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба Хороших вам выходных! Такой была эта пятница 30 сентября Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19 В студии для вас работал Артем Паникаровских До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok